Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы приступаем к изучению книги Тавита. Книга Тавита – это небольшая книга, она насчитывает 14 глав. Книга Тавита представляет собой как бы семейную хронику, и в этом смысле она перекликается с книгой Бытия, где с 12 главы по 50 дается настоящая семейная сага об Аврааме Фарыче, об Исааке Абрамовиче, о Якове Исаковиче и об Иосифе Яковлевиче. Семейные саги Библии – это, прежде всего, свидетельство о преемственности поколений. Таким образом, Библия показывает, что великое назначение семьи – родить и воспитать святого и праведного. Семейные саги в Священном Писании – это призыв ко всем семейным людям очень ответственно относиться к воспитанию детей, к тому порядку, который царит в нашем доме. Представляется, что книга Табита была написана около 200 года до Рождества Христова, вероятно, в Палестине и по-арамейски. Но сохранился только греческий текст этой книги. Собственно говоря, списки греческой септуагинты. А в еврейской традиции эта книга считается апокрифической. Но не в том смысле, в каком мы, христиане, воспринимаем слово «апокриф». А в иудаизме считается, что апокрифическая, то есть предназначенная не для всех. Как бы скрытая книга с неким таким таинственным содержанием. Итак, мы приступаем к изучению этой книги. И сегодня мы будем читать первую главу. Книга сказаний Тавита сына Товилова, Ананиилова, Адуилова, Гаваилова, из племени Асиилова, из колена Нефалимова, который во дни Ассирийского царя, Энэ Мэс Сара взял был в плен из Висвы, находящейся по правую сторону, Кидия Нефалимова в Галилее выше Асира. Мы не знаем автора этой книги, мы даже не знаем автора перевода этой книги на греческий язык, но никто не может оспаривать именно еврейское происхождение этой книги, потому что общий стиль, особенно наличие родословия, как раз на это прямо указывают. И далее говорится о благочестии Тавита на родине и в плену. Вот эта тема, она впервые обнаруживается в Библии, в истории Иосифа Прекрасного, когда показывается один и тот же человек на родине, дома, в семье, потом в рабстве, в плену в Египте, потом в тюрьме в Египте, потом в ославе. И вот получается, что со 2 по 15 стих первой главы говорится о благочестии Тавита на родине и в плену. Почему это важно? Надо показать, что человек не меняется ни в каких обстоятельствах. Если он последовательно преданно служит Богу, насколько ему позволяют силы, он в каждой ситуации остается таким, каким он есть на самом деле. И здесь мы видим, что начинается прямая речь, и мы читаем, «Я, Тавид, во все дни жизни моей ходил путями истины и правды». Что значит истины и правды? Разве эти понятия не синонимичны? Мы можем предположить, что под истиной имеется в виду учение Торы, то есть в Божьей заповеди, а правда — это жизнь по этим заповедям. То есть Тавид как бы говорит, что он во все дни жизни своей не уклонялся от учения Торы и от исполнения этого учения, то есть реализации своей жизни. И мы читаем третий стих, «И делал много благодеяний братьям моим и народу моему, пришедшим вместе со мною в страну Ассирийскую, в Ниневию». Здесь мы видим, что благочестие Тавида заключалось не столько в размышлении о законе, сколько в исполнении добрых дел законам предписанных, милости, погребения умерших, паломничества, приношения десятины и так далее. И далее он сообщает, «Когда я жил в стране моей, в земле Израиля, будучи еще юношей, тогда все колено Нефалима, отца моего, находилось в отпадении от дома Иерусалима, то есть от Иерусалимского храма, избранного от всех колен Израиля, чтобы всем им приносить там жертвы, где освящен храм, селение Всевышнего и утвержден во все роды навек». Вот здесь он обращает внимание на то, что, хотя он жил на территории Израильского царства, которое было создано Ирваамом, сыном Наватовым, который пытался создавать альтернативные места поклонения, чтобы люди не ходили в Иерусалимский храм, но точка зрения Тавида была очень правильной на храм. Он понимает, что только территория храма — это каноническая территория, а то, что создает Ирваам, сын Навата, — это грех Ирваама, то есть некие такие неканонические деяния. И далее мы читаем с пятого стиха «Как все отложившиеся колена приносили жертвы Ваалу, юнице, так и дом Нефалима, отца моего». «Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю установлением вечным, с начатками и десятинами произведений земли и начатками шерсти овец». В древности мужчина обязан был три раза в году ходить в Иерусалим и участвовать в общественном богослужении. И известно, что в этом царстве Ирваама сына Наватого в Израиле даже ставили такие посты, чтобы перехватывать паломников в Иерусалим. Но вот Товий ходил в Иерусалим и носил туда необходимые приношения. «И отдавал это священникам, сынам Аароновым, для жертвенника, десятину всех произведений, давал сынам Левиным, служащим в Иерусалиме. Другую десятину продавал и каждый год ходил и сдерживал ее в Иерусалиме. А третью давал кому следовало, как заповедала мне Девора, мать отца моего, когда я после отца моего остался сиротой». Вот здесь мы видим, что он был очень усерден. Он давал сразу три десятины или делил одну десятину на три части. Здесь как бы сложная такая конструкция предложения. Мы можем предположить как бы разные объяснения. Но в то же время считалось, что третья десятина или десятина неимущих взымалась в конце каждого третьего года. Об этом говорится в книге Второзакония 14.28-29 и 26.12. Таким образом, можем предположить, что он одну десятину делил на три части или все-таки действительно давал три десятины, включая ту, которая третья изымалась на неимущих в конце каждого третьего года. И надо вспомнить, что в иудаизме были годовые седьмины. Шесть дней, например, точнее, шесть лет обрабатывали землю наподобие того, как шесть дней люди трудятся и делают обычные дела свои. А седьмой год земля была под парами, то есть она субботствовала, отдыхала. Девятый стих. «Достигнув мужеского возраста, я взял жену Анну из отеческого нашего рода и родил от нее Товию». И родил от нее Товию. Здесь мы видим, что с одной стороны он следовал тому, как заповедовала Девора, мать отца его, то есть наставлением бабки, а вот достигнув самостоятельного возраста, он как бы продолжает уже принимать свои решения, но отталкиваясь от закона. Достигнув мужеского возраста, мы можем предположить, что это 18 лет, потому что в трактате о Перкеа Вод говорится, 18 лет пора под Балдахин, то есть под свадебный Балдахин. «И взял жену Анну из отеческого рода и родил от нее Товию». Десятый стих. «Когда я отведен был в плен в Неневию», это нападение ассирийцев, «все братья мои и одноплеменники мои ели от снедий языческих». От снедий языческих, то есть они вкушали нечистое. И, возможно, под снедиями языческими понимается и идоложертвенное. «А я соблюдал душу мою и не ел». То есть он оберегал себя от всего скверного. И мы видим, что апостолы тоже придерживались принципов Карфрута. И в книге «Деяния» описывается, что Господь послал в видение апостолу Петру. Некое такое полотно спустилось с неба, и там всякие нечистые гады, присмыкающиеся. И голос сказал апостолу Петру, «Закали и ешь». Петр говорит, «Я никогда ничего нечистого». «Не ел». То есть иудеи, и ветхозаветные люди, и первые христиане, и даже апостолы, они очень строго придерживались всех этих принципов, потому что они считали, что таким образом они соблюдают душу свою. Потому что они допускали такую мысль, что через вкушение запретного, скоромного, происходит осквернение не только тела, но прежде всего души человека. И 12 стих, очень красивый, здесь Тавид пишет, «Ибо я помнил Бога всею душою моею». То есть мысль о Боге, она никогда не покидала его, «И даровал мне всевышней милость и благоволение у Энеме Сара». Я был у него поставщиком, то есть человеком, который привозил необходимый в дом, и ходил в Мидию, и отдал на сохранение Гаваилу, брату Гаврия, о врагах медийских десять талантов серебра. Когда же умер Ене Мессар, вместо него воцарился сын его, сына Херим, которого пути не были постоянны, и я уже не мог ходить в Мидию». То есть он служил вот этим сирийским правителем, был поставщиком всего необходимого. Далее рассказывается о очень благочестивом деянии Тавита. Тавита тайно погребает убитых израильтян, и потом вот был донос на Тавита за его такие деяния. «Во дни Ене Мессара я делал много благодеяний братьям моим, алчущим давал хлеб мой, нагим одежды мои, и если кого из племени моего видел умершим, и выброшенным за стену Неневий погребал его». На самом деле в иудаизме очень серьезно относятся к такому вопросу, как погребение, и мы видим из книги «Бытия», что когда у Сары, у Авраама умерла жена Сара, то Авраам очень серьезно отнесся к этой ситуации, он купил специальное место, пещеру Махпела, поле перед этой пещерой, чтобы там похоронить свою усопшую. и в иудаизме с древних времен существовали такие погребальные братства. Кстати, погребальные братства были у нас на Руси до революции, братчики этих братств, они погребали безродных, найденных на улице усопших. Но похоже, что в Неневе было запрещено погребать по иудейским обрядам, и 18 стих мы читаем «Тайно погребал я тех, которых убивал царь Синахерим, когда обращенный в бегство возвратился из Иудеи». Синахерим потерпел некое поражение, и, вернувшись, он начинает убивать иудеев. Но здесь мы можем предположить, что речь идет о приговоренных к смерти. Вот приговоренных к смерти решением там правителя, царя, их не всегда погребали как положено. Кстати, римляне как бы не противились погребениям подобным. Мы знаем, что когда Христос умирает на кресте, не было никаких препятствий его похоронить. А вот в этом случае приговоренные к смерти они просто выбрасывались на некую свалку. Кстати, в советское время действовал такой же принцип, какого не было даже в фашистской Германии. Собственно говоря, когда людей приговаривали к смертной казни, их никогда не выдавали родным и близким. Просто приговаривали человек к смертной казни, и все, забудьте о нем. В той же фашистской Германии, когда мы смотрим процессы, например, над молодежной организацией антифашистской «Белая роза», они были казнены в 1943 году, известный Александр Шмарель, прославленный православной церковью, Ганс, Шольц, София Шольц и другие, Кристофер Пропс. Немцы, во-первых, допускали священников к приговоренным. Александр Шмарель был исповедан православным священником из Мюнхенского храма, причастился от него, а после его казни ему отрубили голову на гильотине, тело его выдали родным, но они заплатили за как бы затраты похоронного бюро, там, 100 марок. А здесь ситуация была вообще такая яростная, мы считаем, а он многих умертвил в ярости своей и отыскивал царь трупы, но их не находили, то есть, когда царь повелевал их выбрасывать на свалку, а через какое-то время он, может быть, слышал, что кто-то их забрал и начинали смотреть, кто это сделал, а трупы не находили. Один из неневитян пошел и донес царю, что я, пишет Тавид о себе, погребаю их, тогда я скрылся, узнав же, что меня ищут убить, от страха убежал из города, и было расхищено все имущество мое, и не осталось у меня ничего, кроме Анны, жены моей, и Товия, сына моего. То есть, он рисковал жизнью, погребая братьев и сестер своих. Но не прошло 50 дней, как два сына его, то есть, царя, его, убили его и убежали в горы Араратские. Ну, когда мы изучали книги царей, книги хроник, мы об этом читали. И воцарился вместо него сын его Сахердан, который поставил Ахиахара, Анаила, сына брата моего, то есть, племянника, над сею счетной частью царства своего и над всем домоправлением. То есть, его сделали как бы главой счетной палаты и над всеми домашними дворцовыми делами хозяйственными. И ходатайствовал Ахиахар за меня, и я возвратился в Неневию. Ахиар же был и виночерпий, и хранитель перстня, и домоправитель, и казначей, и Сахердан поставил его вторым по себе, он был сын брата моего. То есть, возвышение этого таинственного Ахиахара очень напоминает возвышение Иосифа Премудрого, Иосифа Прекрасного, который действительно, возвысившись из состояния раба, осужденного на темницу, стал вторым человеком в Египте после фараона. И здесь завершение этой главы, когда Тавид рассказывает о том, как происходит его реабилитация заступничеством Ахиахара, его племянника, и теперь он может беспрепятственно вернуться в Ниневию, в этот город великий, о котором подробно говорится в книге пророка Ионы, и продолжить свое дело, то есть, по-прежнему погребать убитых израильтян, то есть, он это дело не хочет оставлять, потому что это великое благо, когда мы, даже увидев косточку на земле, в Библии об этом говорится, даже кость, увиденная на земле, надо обязательно похоронить, присыпав ее землей в том месте, где люди и скот не ходят. Редактор субтитров